Что бы я еще заметил? Вот все оздоровление, я уже неоднократно рассказывал, лечение, требует организации, просто организации дисциплины. О, в больницу положили, там, ага, лежишь, над тобой процедуры, уколы, питание, там, все там такое. Ты лежишь и ждешь, пока ты выздоровеешь. А вот если ты дома, ну, допустим, как мне надо, надо организоваться, ну, достать там, допустим, эфирные масла, что не проблема, керосин, что не проблема. Вот кто будет смазывать, насколько я достану, настолько я достану, а остальное нет. Вот, попросить кого-нибудь другого, о, тут будем, допустим, мыслить, это керосин, тут будет, руки пахнуть, одежда пахнуть, белье пахнуть. Вот, вот, вот такие вот вещи начинаются. Это не только у меня, в каждой семье. Если, допустим, медовый массаж, ага, все-таки это тяжело, ручки устали, то усталой, как бы сказать, возникает такое впечатление у других людей, как это у тебя такая, знаете, прихоть. Вот такая у тебя прихоть, ее надо удовлетворять. То есть, не понимая, что человек находится там, на той или иной грани, вареные ходят местные. И вот все это, все это ведет к тому, что вроде там обертывание делать, если человек вот эту технологию не уяснил, для себя не отработал, великолепное. Вот, женщина как раз написала, стала делать прекрасное себя чувствую. А я все думал, 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 и никак не решусь. Вот, все это остается в плане начинаний, мысленных. Но никак не овесчисляется, не идет в материализацию. Поэтому еще вот такая вот проблема. И не надо тут никаких особых денег там. Надо желание, ну и найти человека, который бы мог тебе в этом деле помогать. Но люди не всегда такие бывают. Даже точно близкие люди, оказывается, на такие вещи идут далеко не всегда охотно. Я уже говорил не о других методах.